Всем привет! Раньше, если пойти по этой дороге, можно было дойти до пруда, который был искусственно вырод, специально для купания для жителей Масеевского. И когда-то давно вместе с родителями, вообще с родственниками, с мамой, с тетей, с братьями, с сестрами, то есть с сестрами точно ходили купаться. Люди купались, а эльфы боялись, ибо дно было ильное, и точнее был на дне, как бы скажем так, мостиков там по-моему никаких не было, чтобы можно было посидеть и ножками поболтать, как допустим в пруду, в двух прудах, потом уже в одном хорошем пруду люди просто мылись и загрязняли его, и коровы там пили воду. Ну коровы бы ладно, но некоторые там мылись и стирались, а в другом мы тупо брали воду, и он как бы рядом с нашим домом, скажем так, выход к нему как раз есть. И вот там были мазки, можно было посидеть, поболтухать ногами. Тут же был такой пруд, довольно глубокий, сылом на дне, и люди у нас просто там ныряли, купались, а сразу с бережка прыг и буль-буль-буль плыли. Я по-моему тогда не купалась, может быть как-то сидела ногами, болтыхала, но не купалась, либо плавать не умела. И вот у меня давно была такая мысль пройти по этой тропинке, либо проехать на велике, либо велик провести, как в принципе поймете, что там по большей части вела велик, ибо не совсем проехать можно, на обратном пути уже как бы местами ехала. И хотела узнать, жив ли этот пруд, как он сейчас выглядит, но как я поняла, может пруд-то еще и жив, я до него не дошла, точнее он мне не попался. Либо, мне кажется, он просто уже за давностью лет зарос, вряд ли он самоликвидировался, ибо как бы вырытый был довольно глубокий, но не настолько большой, но в принципе и не маленький. Ну и как я поняла, деревня, сколько бы лет не прошло, на велике ездишь, куда-нибудь зайдешь, такой топографический кретинизм начинается с зоны эмергенции, как говорил один знакомый карельский панк, в том плане эмергенции, что места, как бабушка говорила, тут в общем за 30, уже за 35, ну можно сказать за 40 лет, еще до моего рождения, в этой округе умерло 30 деревень. Исчезло. Некоторые исчезали уже на моих глазах, это допустим как Ашалаева, при мне еще было, когда мы здесь дом в 87 году покупали, он еще, было же Лоя какое-то время, потом был Ликожевниково, деревня такая, если в сторону ближе к Шифте, ну и в ту же сторону, где же как Углич, если ехать, там в свое время оставалось только фундамент овцефермы, но или фундамент какого-то дома, даже не знаю точно, ну говорят, что овцеферма там была какая-то, или свиноферма, или еще что-то, в общем каменный кирпичный фундамент был в свое время, еще в конце 90-х, в начале 2000-х тоже уже исчезла до нас, до меня, наверное, еще, потом Примяково, которое как бы исчезло уже до меня, наверное, может я маленькая была, может там еще что-то оставалось, но когда мы ездили с родственниками, еще я с сестрами-детьми помогать на сенокосе ворошить сено или сгребать, то периодически заезжали, даже просто на великах, там рядом два пруда было, в принципе они оставили, дедушка в одном из них рыбу ловил, и напротив прудов через дорогу были сады от Примяковска, там вишня была, черемуха, черная смородина, яблони, и вот на другой стороне была малина, малинник, малинник может сейчас даже есть, а вот яблони, я на днях тут каталась по круговой и обнаружила яблони у дороги, в прошлом году я думала, когда напоролась на яблоки на асфальте, что это просто кто-то случайно развалил, оставил, но оказалось это вот именно с яблони можно было яблоки снять, и здесь же я просто вот в итоге пошла по этой тропинке, суть такая, что когда попадаешь в эту зону эмергенции, даже если знаешь, где ты находишься, и вот с другой стороны у меня есть фотоальбом, как раз в другом ролике про это говорила у Примякова, и там как раз вот даже если находишься напротив дороги в нескольких метрах, ощущение, что вообще непонятно ты где находишься, и здесь я также дошла, я думала сначала, что я иду, вот мне показалось со стороны леса вот дальше будет видно в этом ролике, если кто осилит, потому что дальше будут еще мои аудиотексты, фоновые такие, ибо как бы дорожку путешествия я убрала, ибо там как бы шорохи, в общем дребезжание, шиши звуки всякие ненужные, и как бы вот лес этот слева по борту, и поле справа по борту такое кругом, я думала, мне показалось, что там вообще дом какой-то, я думала, что это Ашалаева ведь нет, но Ашалаева тогда доходила до конца, и как бы там по-другому было, не было никакого леса у последнего дома, если быть в Ашалаеве, то справа этот дом находился, вот по правую руку, и там несколько деревьев, берез было, заворачиваешь, но как бы не было такого, было поля, но не было именно этого леса, а тут лес оказался по кругу, у меня слышались коровы, где-то лаяла собака, я так и не поняла, я думала, что я потом, что я выйду к Селюхино, но к Селюхино я тоже в итоге не вышла, и как я поняла, оказалась на каком-то поле, потом поехала до Ашалаева, но так и не смогла понять, куда эта дорога ведёт, в общем, в Моисеевском, и около того, очень сильная зона эмергенции, не понимаешь даже, где ты находишься, и вот куда дальше идти, учитывая мой топографизм, я боялась заблудиться, вот как-то по полю шла уже, думаю, блин, где-то я здесь была, здесь не была, в общем, в итоге я просто проехала по тропинке. Любитель таких вот сказочных путешествий, не будем говорить то самое слово, кто, я думаю, кто надо, понял, в общем, есть у меня приятель Пусканли, то он любит путешествовать по горам, не всегда обращая внимание на таблички на дорогах, и заезжая во всякие такие места непролазные, а я вот, хоть табличек на дороге и нету, и с радостью бы заметила, но, в общем, люблю по всяким таким дорожкам непролазным ходить и ездить. В общем, и видос этому, в принципе, будет посвящён, ну, там местами ещё немножко будет и Примяково пруд, который за, ну, в общем, за этим прудом ещё маленький пруд, и как раз вот начало речки Потешки, и немножко Ашалаевской вот этой фермы, конюшнили, и что она там была. В общем, ну, welcome to, к просмотру. О, у меня тут ещё какая тема есть. Когда-то там пытались меня в ГВТшки затащить к себе вообще лебенки. Была у нас кулькетка девочка, Соня Белоусова считалась аготической девушкой, одевалась так как-то. Я как-то, когда у них была в общаге там или как-то в квартире, уж не помню, где там я у них играла на пианино типа репетиции, когда они меня к себе пытались зарканить. И, в общем, я оставила у неё рукавички. Она эти рукавички приносила. Я тогда, помню, в столовке, в общем, обедала, скорее всего, с девчонкой, с которой мы до сих пор общаемся. Она потом меня нашла ВКонтакте. Вот долго общались, потом она пропала как-то. У неё в жизни много чего случилось. В общем, она меня нашла ВКонтакте, может, года два с лишним назад. И вот, помню, Алёнка очень негодовала, что вот девочка меня добавила в друзья, а её как-то нет. Хотя не помню, что... Ну, в общем, если человек о другом человеке очень негативно отзывается в открытый доступ, и лично, и так, то вряд ли другой человек захочет с ним общаться. Ну, и, в общем, да, меня тогда как-то это... Боялась, что меня не на ту сторону переманят. И как бы объясняла мне, что вот они тут к тебе клеятся, рукавички принесли, то-сё. Я даже не буду грызать. И, в общем, я что-то... Я её, по-моему, называла Готик Форевр, или как-то так. Она называлась готическая девушка, я называла Готик Форевр, вот этот стишок ей когда-то какой-то посвятила. Группа у неё называлась Тарквимада. Ну, в общем, сейчас я вспомнила, когда стишок писала, видимо, я забыла. Ну, как-то... Такой немножко стёбный, дружеский шарж буквенный. Готическая девушка или Готик Форевр посвящается Соне Белоусовой. Я пришла к тебе невестой, очень мрачную такой, ты мой Дракула, любимый. Хоть чуть-чуть побудь со мной. Отвернулись все подружки от меня. То ли стих им не по нраву, то ли музыка моя. Я сама средневековая дама, голосом Кимберли примерно тех лет. Правда, я чуть-чуть упряма. Говорят, над текстом поработать надо. Да вот времени всё как-то нет. Был ужасный инквизитор. Именей не помню я, чтоб его увековечить, свою группу в честь него я назвала. Я не знаю, что такое бас-гитара. Но, в принципе, зачем мне это знать? Моя девушка играет так, как надо. Жаль, что Готика. Нельзя это назвать. 21 декабря 2003 года. Ну, там действительно, вот сейчас стих прочитала, вспомнила. Нас какие-то такие немножко стычки были по тексту, что, в общем, тексты куда-то шли. Играла она там на чём-то, допустим, на скрипте, уверяла, что это что-то иное, какой-то инструмент. Ну, всякое в жизни бывает. Ну, и, наверное, как-то, может, сейчас чё-нибудь ещё найду. А может, будет уже и всё. А может, я зевну. Чтоб все знали, что я зеваю не только на камеру, но и когда пишу аудиофайлы. Тут какие-то вариации. Маленькие стишки. Немаленькие стишки. Дурацкий стишок, посвящённый Угличу, который надо было написать там для чего-то. О, ещё стишок. Тоже из серии этих розовых стишков. Но он у меня что-то очень хорошо шёл в своё время на всяких читках. Разлучают города и страны. Разлучают города и страны. Заплетают волосы вино. Кровью ополаскивают раны. Но кричат, что им не всё равно. Забывают горе и обиды. И, размазав тущей под глазом, говорят, что боль давно забыта. И хотят они вернуться к нам. Я увижу свет звезды далёкой. Я услышу крика с темноты. Это ты бежишь ко мне с растрёпой. Маленьким кусочком красоты. Я скажу лишь то, что ты услышишь. Напишу лишь то, что ты поймёшь. Знаю, что меня ты ненавидишь. Знаю и другое. Ну и что ж. 13.08.2004. Ой, ещё одна песня. От мужеского лица. Вот мне кажется, что несколько таких вот текстов, которые типа песни от мужеского лица и вдохновили других родить что-то своё. Ну, я вдохновляю людей, как сказала моя подружка Зарема, когда там мне ей сказали, что некоторые что-то про Ютуб говорили. Говорила я как раз про то, что со мной поссорилась моя как бы подруга. И она, ну, говорит, типа вот она тебе завидует, а Хейтермана не завидует. На моё, что вот мне некоторые люди пишут в личку, там выразить свои восторги. Она мне сказала, наверное, ты их вдохновляешь. Достичь высоты. Почему смерть меня забрала, и зачем сейчас ты другим? Я запомнил, какой ты была. Жаль, что я не могу быть живым. Я могу достичь высоты. Я могу парить в небесах. Если б мог я вернуться назад, но мой путь закрыт. Я вижу боль в твоих глазах. Я хотел бы спуститься с небес, чтобы только с тобой рядом быть. Я хочу жить с тобою, как Зевс, рядом с Гирой, на горе Олимп. Я могу достичь высоты. Я могу парить в небесах. Если б мог я вернуться назад, но мой путь закрыт. Я вижу боль в твоих глазах. Если б мог я пройти через ад, как Орфей за своей Эвредикой, я мечтаю вернуться назад, но я мёртв. Это в сущности дико. Я могу достичь высоты. Я могу парить в небесах. Если б мог я вернуться назад, но мой путь закрыт. Я вижу боль в твоих глазах. 11 сентября 2004 года. Я подозреваю, что у меня тогда было такое повальное увлечение мотоциклами. я их рисовала, могла, наверное, разобрать, если бы мне его доверили на запчасти, и собрать заново, ничего не потеряв. И, в общем, тут этот мотив, наверное, тут сначала чувак умер, его все как бы, ой, чувак, ты умер, бла-бла. Потом он как бы с небес смотрит, и как бы можно даже создать какую-нибудь там мини-опер, что такое, что с разных точек зрения один и тот же момент жизненный. Что тогда, что сейчас вот так думаю. Поэтому тут какой-то определенный мотив в некоторых текстах прорисовывается. О, еще одна песня. Мираж. А может, даже спою. Ту же от мужского лица. Свет озарил мой путь из темноты, то ангелам с небес ко мне спустилась ты. Я отдаю себе от черт, что я не мертв, и что любовь наша еще живет. Я бы вечно гулял по степи, или мчался на лошади к свету. И я, как прежде, брожу в полутьме, ищу на вопрос и ответ. Протягивая руки, ты подошла на лошади к свету, я, как прежде, брожу в полутьме, и ищу на вопрос и ответы. Так возьми мою руку и забудь свою боль, и уйдя вслед за мной, обретешь ты покой. Очень долго гулял по степи, я в степи. Затерялся в твоем я свете, от проблем не пытаясь уйти. Я искал на вопрос и ответы. Ты всего лишь мираж, я уйти не могу, пусть не жить. Это блаш. Все же я доживу, я бы вечно гулял по степи, или мчался на лошади к свету, или до смерти скитался во тьме, но нашел на вопрос и ответы. На 4 октября 2004 года, и, кажется, у меня на нее тоже были ноты. О, тут вообще такая тема. И тут даже это тоже, как бы оно могло быть. Может быть, даже ее тоже надо зачитать. Она тоже как бы песня, но врезая. Вспомню мотив, учитывая, что у меня, наверное, тут половина спета во мной. Примерно на один мотив. И бонут это я все-таки, хоть и писала, но не помню. Вот, наверное, это тоже такое в тему. Нас предают. Нас предают друзья родные. Нас унижают свои и чужие. Кого-то простим, кого-то нельзя. Кого-то убьют, возможно, что зря. Уже не понять, кто твой друг, а кто враг. Так хочется верить, но верить никак. Мы не верим себе, но верим врагам. И вдруг получаем мы спину удар. Ах, если б могли мы вернуться назад. Возможно, не стал бы нам, другом, наш враг. Уже не понять, кто твой друг, а кто враг. Так хочется верить, но верить никак. И нас предают все, кто может предать. А мы почему их не можем продать? Думаем, что люди, такие как мы, со временем просим советовать мы. Уже не понять, кто твой друг, а кто враг. Так хочется верить, но верить никак. Так, я хочу бросить вас, чтобы вы остались одни, и увидеть, как жизнь перережет вам вены. Я хочу, чтобы вы захлепнулись в крови, а все ваши крики разбились от стены. Уже не понять, кто твой друг, а кто враг. Так хочется верить, но верить никак. 12 ноября 2004 года. Подозреваю, у меня тогда довольно много, кто кидал и предавал. И вот перед тем, как... Перед последним припевом в скобочках написано на заднем плане выстрела крики о помощи плач, как оно должно было бы быть. Так. Тут какой-то... С кем общалась, темы отразились в текстах. О, еще одна была. Это, по-моему, я тогда вдохновилась текстами Марии Семеновой. Волкодавом и прочим. Тоже раскидано по мужчина-женщина. Даже в скобочках все слова. В стиле Батерусля и Темпл. Хе-хе-хе. В стиле, в смысле, там... В том плане, что чисто человек... Или у них какие-то песни. Вначале просто человек как бы говорит, а потом уже идет такой симфоблэк, или что-то вроде и вокалы. Скримминг или там еще кто-нибудь... Викинг. 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 А мать ему предсказала, полон света будет твой путь. Викинг море уходит. Викинг. 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 Он во тьме, воплощении своем ты явись. Я сбежала от смертной жизни к тебе. Унеси меня с собой ввысь. Где-то существует, а может и рай. Но и в жизни есть много дерьма. То, что все принимают за солнечный свет. В результате обычная тьма. Человека ты встретил, считая, он друг не предаст. Слепо доверяешь ему. Но он раб лицемерия замкнулся круг. И с камнем на шее идешь ты ко дну. Сообщите, где ваш гребаный бог, путь Магометон или Иисус. И укажите мне ваш праведный путь. Где-то есть честилище, рай и ад. Налево, направо, куда мне свернуть, говорят. Ваш бог и призрак урад. И если это правда, я вернусь. К людям к жизни я отправлюсь назад. А мой адский тлеющий демон во тьме Воплощение свою ты явись. Я сбежала от смертной жизни к тебе. Унеси меня с собой ввысь. Новый день переходит в ночь. Я пытаюсь скрыться во тьме. И никто не может помочь мне сквозь сон прорваться к тебе. Я стану волком. Я стану волком. Упав на землю, обернусь волчицей. Ненавистна мне жизнь среди людей. Эта пытка не должна повториться. Не нашла я в жизни дорогу в рай. Христианского ада тоже нет. Что нажил трудом церкви отдай. Никому не нужит солнечный свет. Возвращаюсь в лес деревьев теней. Пусть правят лишие и вечная тьма. Миновав кусты, я сползла по скале. В лесу смерти я осталась одна. Я стала волком. Я стала волком. Ом. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!